Концентрация женственности, мотивации и красоты в тот вечер точно зашкаливала. Журнал «Гламур» в очередной раз устроил праздник красоты, на котором назвал имена женщин, которые в этом мире точно не просто так. В этом белоколонном зале сегодня будут награждать женщин года. А я предлагаю пойти и узнать, нужен ли этой женщине года ее настоящий мужчина года. Пойдем узнаем. Конечно, мне кажется, любую женщину очень часто, может, а не всегда так, но может сделать мужчина точно так же, как и женщина-мужчину. Анна Седокова с внушительным послужным списком за плечами с этой теорией готова поспорить. Очень часто общество судит, а чья-то жена или чья-то бывшая. Мне кажется, что пора оценивать женщину исключительно по собственным поступкам. Одним из таких поступков теперь может гордиться Юлия Пересильд. После космоса в жизни актрисы многое меняется. После полета в космос как-то ваше отношение к стилю поменялось или нет? Я не знаю, пока еще не знаю. У меня первый выход после, так сказать, космоса, может быть, и поменяется. У Ханны отношение к стилю стабильное. Она постоянно экспериментирует и любит редко, но эффектно появиться на звездных тусовках. Если говорить именно про женщин с точки зрения вот женщин, таких вдохновляющих, красивых существ, мне кажется, что среди нас не должно быть конкуренции. Мы должны, наоборот, держаться вместе и вдохновлять друг друга. Но фурор на церемонии произвел образ Яны Рудковской. Никакая награда продюсеру не нужна, корона уже на ней, а вот с платьем придется совсем скоро попрощаться. Он мне прислал, я его выгулила, оно полетело дальше в Канны и так далее. Женщиной года вполне ожидаемо была названа Чулпан Хаматова. За звание певицы года боролась Манижа. После девятого места на Евровидении для нее победа стала хоть и радостным, но совершенно неожиданным событием.